Дачка Мадам Поросковья Моды и платья Летом же отдыхала И воспитывала гимназистку дочь Посредством упреков В неблагодарности Кухарка Дарья зазналась уже давно Лет 10 тому назад И во всей природе До сих пор не нашлось существа Которое сумело бы поставить ее на место Катенька Сидит на своей качалке И мечтает о нем Через год Ей будет 16 лет Тогда-то можно будет венчаться И без разрешения митрополита Но с кем венчаться-то? Вот вопрос Из комнаты доносится тихое обумнение матери И ничего Ни малейшей благодарности Розовый бракар на платье купила 45 Взять бы хворостину хорошую Будет из кухни Да как, не наесть Самих бы вас хворостиной Летит Катенька и мечтает дальше Венчаться можно со всяким Это ерунда Лишь бы была блестящая партия Вот, например, есть инженер, который ворует Это очень блестящая партия Потом еще можно выйти замуж за генерала Да мало ли за кого Но интересно, совсем не это Интересно, с кем будешь мужу изменять Генеральща графиня Катерина Ивановна дома? И входит он В белом кителе Вроде Серединкина Только гораздо красивее и носом не фыркает Извините, я дома Но принять вас не могу Потому что я другому отдана И буду век ему верна Он побледнел, как мрамор Только глаза его дивно сверкают Едва дыша, он берет ее за руку и говорит Катя, а Катя, это ты в соленке черносливину взяла? Мать высунулась в окошко И видно ее сердитое лицо Из другого окна подальше Высунулась голова в повойнике И отвечает Конечно она Я сразу увидела Было для компоту десять черносливин А как она подошла Так и девять сделалась И как тебе не стыдно, а? Сами слопали, а на меня валите Огрызнулась Катенька Очень мне нужен ваш чернослив От него керосином пахнет Керосином? А почем же ты знаешь, что керосином Кое не пробовала? Керосином? Это такие слова произноси Вот взять бы, да отстегать бы Так небось Стегайте себя саму Отвяжитесь Да Значит, берет он за руку и говорит Отдайся мне Я уже готова уступить его доводам Как вдруг Открывается дверь И входит Муж Сударня Я все слышал Я дарую вам мой титул Чин и все состояние И мы разведемся Катька, дура, полосатая Кошка носатая Котинка обернулась Через забор Перевесился соседский мишка И дрыгая для равновесия Высоко поднятой ногой Обрывал сросших У скамейки кустов Зеленую смородину Пошел вон, поган мальчишка Взвизгнула Катинка Поган, да не цыган А ты вроде Володи Мама Мама, он смородину рвет Ах ты, господи, помилуй Высунулись две головы Час от часу не легче Ах ты, дерзостный Ах ты, мерзостный Взять бы хворостину хорошую Мало вас видно в школе порюсь Что вы и на каникулах подростку проситесь Вон пошел Чтобы духу твоего Мальчишка спрятался Показав для самоудовлетворения Всем по очереди свой длинный язык С налившим к нему листом смородины Катинка уселась поудобнее И пробовала мечтать дальше Но ничего не выходило Поганый мальчишка Совсем выбил ее из настроения Почему вдруг кошка носатая Во-первых, у кошек нет носов Они дышат дырками А во-вторых, у нее, у Катинки Был абсолютно греческий нос Как у древних римлян И потом Что это значит вроде Володи? Володи разные бывают Ужасно глупо А им не стоит обращать внимание Но не обращать внимание было трудно От обиды сами собой опускались уголки рта И тоненькая косичка дрожала под затылком Потом Катинка подошла к маме и сказала Я не понимаю вас Как можно давать соседским мальчишкам Издеваться над собой Неужели же только военные должны понимать Что значит честь мундира? Потом пошла в свой уголок Взяла оттуда конверт И стала изливать душу В письме Маня Кокиной Дорогая моя Я в ужасном состоянии Все мои нервные окончания Расстроились совершенно Дело в том Что мой роман быстро идет К роковой развязке Наш сосед по имению Молодой граф Михаил Не дают мне покоя Столь только выйти мне в сад Чтобы услышать за спиной его страстный шепот К стыду моему Я полюбила его беззаветно Сегодня в имении У нас случилось неприятное событие Пропала масса фруктов Черносливов и прочих драгоценностей Вся прислуга в один голос Обвинила шайку соседских разбойников Я молчала Потому что знала Что их предводитель Молодой граф Михаил В этот же вечер Он с опасностью для жизни Перелез через забор И шепнул мне страстным шепотом Ты должна быть моей Разбужена этим шепотом Я выбежала в сад В капоте из серебряной парчи И прикрытая как плачом К моими распущенными волосами У меня коса отросла За это время Ей-богу И граф заключил меня В свои объятия Я ничего не сказала Но вся побелела как мрамор И лишь глаза мои дивно сверкали Катенька остановилась И кликнула в соседнюю комнатушку Мама Дайте мне семикопеечную марку Я пишу весьма маме Кокиной Что? Марку? Все только Кокиным да Мокиным Письма писать Нет, милая моя Мать у тебя тоже не лошадь Чтоб на всяких Мокиных работать Посидят Мокиные без писем Только и слышно Что марку давай Вот взять бы хворостину хорошую Так как не наесть Катенька подождала минутку Прислушалась И когда стало ясно Что марки не получить Дописала Дорогая мамечка Я очень криво приклеила марку И боюсь, что она отклеится Как на прошлом письме Целую тебя сто миллионов раз Твоя Катя Маткова Субтитры сделал DimaTorzok